Давайте то, что я вам сейчас описал, понаблюдаем на опыте. Источником света у нас будет лампа. Лампа накаливания, у нее там хорошо видна ярко светящаяся нить. Изображение мы будем строить на вот этом экране. Если оно действительное, то нам нужен экран. Возьмем собирающую линзу и разместим предмет, лампу, за двойным фокусом. У этой линзы фокусное расстояние примерно 25 см. Расстояние гораздо больше, чем двойное фокусное. Мы видим уменьшенное изображение нити накаливания, но и самой лампочки. Теперь попробуем разместить эту лампу на двойном фокусном расстоянии. Будем приближать. Изображение стало нерезким. Мы попробуем подровнять это изображение, подбирая расстояние. И вот сейчас у нас изображение получилось в натуральную величину. А теперь давайте разместим предмет между фокусом и двойным фокусом. Это значит, что изображение должно быть далеко. Вот получилось увеличенное изображение. Оно перевернутое. Вот смотрите, я веду палец сверху вниз, а на изображении картинка идет снизу вверх. Видите, палец сверху вниз, а на изображении снизу вверх. Понятно, что он не резкий, потому что он не в том месте находится. Но можно сделать вот так. Тогда у нас нить не резкая, но зато палец более-менее резкий. Но он, конечно, очень искажен. Линза эта обладает огромным количеством недостатков. Этому будет посвящен целый урок. Изображение мутное, окрашенные края и еще много всяких. Видите, вот какая картинка несовершенная получается. Что это такое и как с этим бороться, мы поговорим на отдельном уроке. Значит, мы получаем изображение действительное на экране. Если мы попробуем взять рассеивающую линзу, то все наши попытки получить изображение успехом не увенчаются. Для того, чтобы получить изображение в рассеивающей линзе, нужен не экран, а нужен глаз. Давайте вместо глаза используем электронный глаз. То есть объектив. И сейчас мы разместим в качестве объекта вот журнал. И вот у нас есть рассеивающая линза и собирающая. Разместим предмет. А предметом у нас является картинка на обложке журнала. Близко от линзы. Вот сейчас они сливаются. Линза лежит просто на предмете. А теперь мы будем размещать предмет на расстоянии между фокусом и линзой. Что мы видим? Изображение увеличенное. Поскольку мы его воспринимаем электронным глазом, я его и своим глазом отлично вижу, то оно мнимое и оно прямое. Недаром собирающую линзу дети называют увеличительное стекло. Да и не только дети. Где используется такой режим работы линзы? В микроскопе там целых две. Это должно быть линзы на самом деле. Об этом мы тоже поговорим. В лупе. То, что мы сейчас с вами делаем, мы пользуемся лупой. Линза в таком режиме работает как лупа. А теперь возьмем линзу рассеивающую. Она, как вы видите, дает мнимое изображение. Прямое, но уменьшенное. Поэтому дети называют рассеивающие линзы уменьшительное стекло. И, наконец, последнее. Давайте все, что я вам сейчас рассказал, проиллюстрируем с помощью компьютерного моделирования. Вы видите слева предмет, справа его изображение. Давайте мы сейчас начнем этот предмет двигать. Я его вот возьму и буду придвигать к линзе. Сейчас у нас предмет находится на расстоянии больше, чем двойное фокусное. Вы видите, что справа от линзы изображение уменьшенное, перевернутое. И оно образовано самими лучами, то есть оно действительное. Предвигаем предмет. Когда предмет находится на двойном фокусном расстоянии, изображение тоже получается на двойном фокусном расстоянии. Видите, вот здесь. И оно в натуральную величину. Если придвинуть предмет еще ближе, то изображение, надо даже уменьшить его рост, изображение получается увеличенным, перевернутым и снова действительным. И, наконец, перейдем через фокус. Если предмет находится на фокусном расстоянии, изображения нет. Если же предмет находится между линзой и фокусом, мы получаем увеличенное, прямое, мнимое изображение. А теперь заменим линзу собирающую на линзу рассеивающую. Что бы мы ни делали, изображение всегда мнимое, всегда уменьшенное и всегда прямое. Урок окончен.